Добрый вечер в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Дали сердечную клятву. Штат кардиоцентра в Сургуте приняли молодых врачей. Робот-жулик обманул югорчанку. Расскажем, как жительница Урая стала жертвой мошенников. Награда за подвиг юноша из Югры стал призером всероссийской премии «Горячее сердце». И обо всем подробнее прямо сейчас. В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 1 ноября. Ограничения касаются жителей округа из так называемой группы риска. Это югорчане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Такое постановление подписала губернатор Наталья Комарова. Также в документе говорится о детских игровых комнатах, развлекательных центрах и кальянных. Все они до 1 ноября будут закрыты. У главы общественной палаты Югры подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в официальной группе общественной палаты округа ВКонтакте. Чувствует себя Ирина Максимова хорошо и призывает соблюдать ограничительные меры. Ранее мы сообщили, что на самоизоляцию ушла глава региона Наталья Комарова. У нее также диагностировали коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в округе зафиксировали 195 новых случаев ковида в 20 муниципалитетах. В Сургуте 32 заболевших, в Канты-Мансийске 30 подтвержденных случаев. В Нижневартовске и Нефтьюганске по 21. В остальных городах и районах меньше 11 заболевших. Коэффициент распространения инфекции на 0,08 выше единицы. Более 118 миллионов рублей в Югре потратят на лекарства для пациентов с болезнями системы кровообращения. Деньги выделили в рамках нацпроекта здравоохранения. Поддержкой могут воспользоваться люди, которые перенесли инфаркт, инсульт, шунтирование и другие высокотехнологичные операции на сердце. Лекарства бесплатно выдаются в течение года после сердечно-сосудистой катастрофы. Более 2000 пациентов уже получают назначенные медикаменты. Всего льготной могут воспользоваться почти 7 тысяч угорчан. В аптеке округа уже поступили лекарства на сумму более 75 миллионов рублей. Всего же на эти цели выделили 118 миллионов 773 тысячи рублей. Каждый четвертый выпускник кафедры кардиологии Мединститута Сургутского госуниверситета работает в кардиоцентре. В этом году на работу в больницу приняли 8 молодых специалистов. Посвящение в медики по традиции здесь прошло в дни сердца. Для новобранцев в кардио-диспансере оборудовали специальный учебный класс, где можно смоделировать самые сложные ситуации с пациентом на симуляторах. Благодаря помощи депутата областной думы Галины Резяповой в этом году учебный кабинет пополнился новыми манекенами. Подробности далее. Уставать ему вправду будет некогда. Каждый девятый югорчанин, по данным Депздрава, потенциальный пациент кардиоцентра. В дни сердца больница проводила дистанционный кардио-скрининг. К таким консультациям, кстати, подключились и новобранцы. Предварительно их, правда, обучали не только медицинским тонкостям и протоколам, но и правилам общения с пациентами. Очень интересный случай. Это пациентка из города Радужного, женщина 54 года. Позвонила также для дистанционной консультации. Врач заподозрил у нее достаточно, ну, как бы, очень высокий риск. Выявлено у нее было стеноз 80%, но это не сунная артерия слева, что требует срочного стентирования. В случае бы не промедления, возможно, был инсульт. Чтобы определить таких пациентов безошибочно, молодых специалистов, а их в кардиоцентре в этом году 8, обучают не только на словах, но и в деле. Специально для этого здесь оборудуют и дооснащают учебный класс с симуляторами, идентичными человеческому телу. В этом году пополнить кабинет новой техникой помогла депутат областной думы Галина Резяпова. Можно оснастить оборудованием, но иметь проблему с кадрами. Это вот центр, который не имеет проблемы с кадрами. И омоложение кадров, привлечение молодых специалистов, выращивание их, если можно так сказать, да, но мы понимаем, о чем идет речь. То есть взросление мужа, не профессиональное взросление кадров происходит именно здесь. И сегодня здесь, конечно, очень серьезные доктора работают. Ряды кардиоцентра в этом году пополнились молодыми кардиологами и реаниматологом. Пока они работают вместе с наставниками, чтобы набраться опыта. Валерия Секисова – начинающий кардиолог. Сначала училась в Омске, в аспирантуру приехала в мединститут Сургутского госуниверситета. Перебралась в югру она после практики в кардиоцентре. Говорит, что стать частью этой команды она мечтала с первых курсов. Учат, как действия, например, в неотложных ситуациях проще это отработать здесь сейчас на манекине, чем потом в жизни стоять и не знать, что делать. И в то же время есть отдельные станции, которые подразумевают непосредственно работу с пациентом. То есть в работу с симуляцией включены все этапы, в том числе поздороваться, куда попросить присесть, куда поставить вещи. То есть это все вроде бы тонкости, но оно важно. В кардиодиспансере Сургута сегодня трудится почти 250 врачей, 59 из них – кардиологи. Благодаря их работе в Югре стало меньше тяжелых пациентов с сердечными заболеваниями. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Югра присоединилась к акции Минздрава «Тест на ВИЧ-экспедиция 2020». Сегодня в округ прибыли мобильные пункты тестирования. Первыми пройти обследование смогли жители Сургута и Нижневартовска. В этом году акция стала самой масштабной за всю историю. Она охватит 45 регионов России. Две команды движутся через всю страну навстречу друг другу из Калининграда и Камчатки. Пройдено почти 90 тысяч километров. Четыре дня участники экспедиции будут путешествовать по нашему округу. Сегодня они встретились с медиками Нижневартовска. Также в течение дня на площади ЖД вокзала работал мобильный пункт тестирования. За 15 минут любой желающий мог анонимно пройти тест, получить результат и консультацию специалиста. Тест проходил быстро, комфортно, без каких-то большого перечня вопросов. То есть тест проходил по слюне и буквально в течение пяти минут был результат и я узнала свой ВИЧ-статус. Сейчас есть такая особенность, что люди действительно интересуются. Все чаще и чаще люди приходят самостоятельно обследоваться. Вот, например, пять лет назад такого еще не было. Было очень много стигмы, дискриминации. Сейчас она немного все-таки сглаживается. 20 лет за жестокое убийство маленького ребенка. Накануне суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении нефтьюганца. Напомню, трагедия произошла в конце прошлого года. Эта история взбудоражила всю Югру. Многодетный отец убил свою трехлетнюю дочь. Ее старшая сестра попала в больницу с множественными гематомами. Как оказалось, мать девочек погибла в ДТП и детей передали Югорчанину и его новой жене. Как установило следствие, пьяный мужчина бросил свою трехлетнюю дочь с высоты поднятой руки на пол, а после нанес около сотни ударов. Ни крика, ни плача соседи не услышали. За убийство с особой жестокостью, истязание, причинение вреда здоровью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, многодетный отец получил 20 лет тюрьмы. В результате от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. Также установлено, что он неоднократно систематически избивал ребенка, причиняя ей физическую боль и страдания. Кроме того, он применил насилие в отношении своей другой четырехлетней дочери. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы, которую он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Югорчанку обманул робот-мошенник. В Урае к полицейским обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей позвонили якобы из службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что на Югорчанку кто-то пытается оформить кредиты для отмены операции. Ей необходимо сообщить коды, которые поступят на телефон. О подобных мошеннических схемах женщина слышала. А вот про роботов-жуликов нет. После того, как Югорчанка сказала код роботу, злоумышленник оформил на нее два кредита на общую сумму 112 тысяч рублей. Он мне говорит, сейчас придет вам код смс, и вам нельзя сообщать мне лично. То есть я-то включаю голову, да, если нельзя тебе сообщать, значит ты как бы и правда сотрудник банка. Он говорит, нужно сообщить роботизированной системе. Тут же включается робот, я называю смс, ну код, который мне пришел. То есть, ну я же не человеку как бы называю, а называю роботу. И для меня это вообще никак не смутило. То есть я наоборот поверила, что да, действительно, возможно, это сотрудники банка мне звонят. В Нягане коммунальщики занялись несвойственным для профессии делом. Вместо ремонта они ликвидируют самовольные постройки. Это бани, сарай и гаражи. Например, в этом несанкционированном кооперативе полсотни гаражей. Как правило, их используют для хранения всякого хлама. Разрешение на установку конструкции на муниципальной земле никто не выдавал и не получал. Поэтому гаражи должны ликвидировать сами хозяева. Об этом гласят объявления, которые здесь развесили месяц назад. Однако, как показывает практика, всю работу приходится делать муниципальным властям. Гаражи вскрывают в присутствии комиссии, описывают имущество, а потом вывозят на ответственное хранение. Коммунальщики намерены убрать все самовольные сооружения. А на их месте построить что-нибудь полезное. На сегодняшний день у подрядчика в работе 12 строений на вывоз. Это гаражи, которые самовольно установлены. И выявляем хозяев, которые не выявлены. Будем вывозить на ответ хранения. На каждое строение приходится 50 тысяч 92 рубля 41 копейка. Общественный транспорт Югры готовится к зиме. Впрочем, по словам водителей, устоявшийся холод не так опасен, как межсезонье. Это самый сложный период для техники. При резких перепадах температуры образуется конденсат, а затем лед в различных системах автобуса. Техника быстрее изнашивается. Избежать рисков помогает предварительная диагностика и плановый ремонт. На что в первую очередь обращают внимание специалисты, узнала Елена Составова. Мы находимся на участке технического обслуживания номер 2. Здесь городские рейсовые автобусы готовят к зиме. За смену в 11 часов успевают полностью подготовить две машины. Процесс непростой. Прямо сейчас за нашей спиной идет демонтаж предпускового обогревателя. Он не только отапливает салон. Главное, он обогревает двигатели, которые после этого легче заводятся при низких температурах. Это лишь начало процесса. Артем Валерьевич, расскажите, пожалуйста, что в целом включает в себя подготовка автобусов к зиме? Подготовка к зиме не проходит сама отдельно. Она проводится при комплексе технического обслуживания номер 2. То есть это работа плановая. Замена фильтров технических флотационных жидкостей. Отопление салона более подробное внимание на этом устанавливается. Ну и, соответственно, остальной комплекс работ по ТО-2. А, допустим, резина на автобусах меняется, как на обычных автомобилях частных? Или она какая-то у вас универсальная? Ну, резина меняется, соответственно, согласно пробега. Но она у нас всесезонная, так что отдельно у нас зимней резины как таковой нет. А в чём это заключается, её всесезонность? Она более устойчивая к наледи или каким-то... Универсальность. Само устройство протектора идёт, скажем так, не просто рисунком. А на рисунке ещё есть такие тонкие прорези, гламеры называются. В народе называют их липучками, скажем так. За счёт них более цепкость сцепления с поверхностью дороги происходит. А есть какие-то нормативы по температуре в салоне? Вот, допустим, должно быть столько-то градусов тепла и не меньше. Ну, здесь технического регламента как такового нету, если откроете право дорожного движения, которое имеет силу закона, да? Там написано, что при неисправном отопителе машину эксплуатировать можно. Но мы-то свои, как говорится, граждане любим. Сами на автобусах ездим. Стараемся всё-таки, учитывая, где живём, поддерживать комфортную температуру. После демонтажа подогреватель отправляется в ремонтный цех. Даже если агрегат полностью исправен, его обязаны проверить, провести диагностику. Всего в автопредприятии более 100 автобусов. Готовиться к зиме здесь начали ещё летом. В частности, закупать оборудование, масла, расходный материал. Сейчас, накануне первых заморозков, к зиме готово 80% автопарка. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадио-компания «Югра» из Нижневартовска. Проехали 1500 км на машине, 25 на квадроцикле по тайге, ещё 40 км на лодке и 4 км пешком по болотам. Такое путешествие совершили сотрудники Департамента информационных технологий «Югры» и компании подрядчика, чтобы обеспечить интернетом сразу две территории традиционного природопользования в Ханты-Мансийском районе. По пути они встретили даже медведя. В итоге спутниковое оборудование появилось на стойбищах Василия Хорова и Виктора Лазямова, где в общей сложности проживают 75 человек. После проведения пусконаладочных работ, каждую точку доступа оборудовали ноутбуками. Главам семьи специалисты помогли зарегистрироваться на портале госуслуг и показали, как пользоваться интернет-сервисами. Отмечу, первое эти стойбища появилось в округе ещё два года назад. Теперь их уже 25. В Радужном открыли новое креативное пространство. Коворкиг-центр, которому создатели дали символичное название вместе, занял большое крыло Дворца культуры. Его площадь 350 квадратных метров. Здесь есть зона Wi-Fi, конференц-залы, телестудия и студия звукозаписи. Освоить возможности нового центра жители города пока могут лишь частично. Из-за пандемии полноценное сотрудничество, а именно так с английского переводится слово коворкинг, пока невозможно. Подробности у Алексея Шабанова. Из Испании в родной Радужный. Жанна Найманханова месяц назад вернулась в Югру из солнечной страны. Она работает технологом в крупной корпорации. Компания перевела сотрудников на дистанционку, поэтому девушка решила навестить земляков, не отрываясь от дела. Но только привычка работать в тишине быстро дала о себе знать. Там телевизор, там покушать, там все очень удобно и комфортно. Я решила прийти сюда сразу же, как я приехала на третий-четвертый день. Я оказалась здесь. Я очень сильно удивилась, потому что, во-первых, это все бесплатно. Ты действительно приходишь с утра. Я уже тут, по-моему, третью неделю и вторую работаю. Очень удобно. Ничто не мешает погрузиться в мир звуков и Владимиру Метелю. Он руководит здесь молодежной видеостудией, где вместе с подопечными снимает и монтирует клипы и ролики. Такую, казалось бы, сложную работу даже проще организовать в период ограничений. Выкладывается в основном на страницу Молодежного центра Вектор МВКонтакте. Также иногда выкладывается на телевидение. Если, допустим, мы снимали параллельно мероприятие с телевидением, и у нас получилось очень хорошее видео, то, скорее всего, мы попадем на телевизор. То есть телевидение свои видео выкидывает в вашу период? Да, так отчасти бывает. Кроме того, каворкинг-центр стал площадкой для волонтеров. Здесь они обсуждают новые проекты. Сейчас добровольцы помогают людям старшего поколения, которые находятся на самоизоляции. Этим занимается актив из 30 человек. Всего же в разных добровольческих организациях Радужного состоят около 600 человек. Его называют третье место. Это не дом и не работа. И есть место для идей. И в первую очередь это для тех ребят, которые добровольно, которые по-волонтерски приходят, собираются и предлагают абсолютно любые идеи для жителей города Радужного и вообще для людей. На выходе из центра, ну или на входе, кому как нравится, если тут такая доска, на которой особо почетные гости оставляют свои пожелания. Давайте сделаем это и мы. Алексей Шабанов, Евгений Ласутнев. Теревизор компании «Югра» Радужный. Житель Сургутского района Курман Исакаев получил награду Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце». Теперь имя юноши из поселка Федоровский вписано в Большую книгу почета премии. Напомню, летом прошлого года Курман Исакаев спас девочку. Тогда вместе с родителями он отдыхал на озере и увидел, как вдалеке тонет человек. Юноша не растерялся и вытащил девочку из воды. Хотя сам плавать умел еще плохо. Тот день теперь она считает своим вторым днем рождения. А Курман, кстати, с тех пор освоил плавание и держится на воде гораздо увереннее. Кроме того, за отважный поступок в конце прошлого года югорчанин еще и стал лауреатом премии мира. Более 11 тысяч человек стали участниками недели добра в Югре. В округе подвели итоги акций, приуроченных ко Дню пожилых людей. Мероприятия проходили с 1 по 8 октября. За это время волонтеры совершили более 300 добрых дел. Они публиковали в социальных сетях истории своих бабушек и дедушек, взяли шефство над одинокими пенсионерами, направили пожилым югорчанам около сотни поздравлений и свыше 800 открыток. А еще устроили онлайн-концерт, который транслировали во всех домах престарелых округа. Его посмотрели почти полтысячи человек. Завершилась Добрая неделя окружным форумом серебряного добровольчества «Молодой душой». В онлайн-встрече приняли участие 200 серебряных волонтеров, тем самым установив рекорд страны по участию пожилых людей в виртуальных событиях. Следить за новостями телеканала «Югра» теперь можно и в Инстаграм. Имя аккаунта на ваших экранах его легко запомнить. А у меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». В Тюменском районе Матмасы работа кипит. Жилой комплекс «Дебют» – это пять многоквартирных домов. Первый уже практически готов. Идут отделочные работы. На 19 этажах полторы сотни квартир. От компактных студий до трехкомнатных. Однако застройщики способны удивить не только высотой дома. Функциональные, правильные планировки. На цокольном этаже у нас предусмотрены кладовые помещения. Где можно будет разместить какие-то предметы быта. Каждый дом оборудован крышной газовой котельной. Прежде всего это экономия. И круглый год наличие горячей воды. Территория вся закрытого типа, без доступа машин. При этом для каждой квартиры у нас запланировано свое парковочное место. С водоэсплуатацией окружной дороги разгрузили Тобольский тракт. И доступность стала намного комфортнее сегодня. От этого микрорайона до центра города. До центра рукой подать и на автомобиле, и на общественном транспорте. Впрочем, по мнению архитектора, у жильцов не так много поводов отправляться в дорогу. В шаговой доступности уже есть и торговые центры, и объекты социальной инфраструктуры. Это одна из наиболее перспективных сегодня площадок. Район Тарманы, район Матмасы, где активно сегодня ведется застройка. Осваиваются территории. Есть и детский садик, есть и школа, есть и поликлиника. Сходить за продуктами в аптеку или, например, в салон красоты можно будет, не выходя из дома. Возможность их размещения предусмотрена на первых этажах зданий. А купить здесь квартиру уже можно, даже не вставая с дивана. У нас есть возможность выйти на сделку дистанционно. У нас используется технология электронной регистрации. Соответственно, по большому счету, клиенты, находящиеся на севере, могут даже не выходя из дома, приобрести у нас квартиру. О клиентах с севера не случайно желающие переехать на юг Тюменской области в числе постоянных. Застройщик отвечает всем условиям для работы по программам переселения. Продолжение следует...